Здравствуйте! Мы продолжаем курс наших лекций. Сегодняшняя наша лекция будет посвящена рисунку, живописи и копированию. Познание искусства, оно бесконечно и безгранично. Чем больше мы его узнаем, тем больше оно нам открывается, и глубже мы видим завуалированный сакральный смысл. Погружаясь в изучение литературы, посвященной мировой культуре, в живописи, мы можем обратить внимание на то, что рядом с великими известными художниками всегда находились подмастерьи и ученики, которые выполняли своего рода черновую работу. Подготавливали доски, холсты, грунтовали их, перетирали краски. Впоследствии, обогащаясь и занимаясь этим ремеслом, они переходили на следующую ступень. Погружались в искусство, то есть начинали делать копии, фрагментов каких-то, и некоторым даже посчастливилось поучаствовать в написании больших холстов. Мастер выполнял эскизы, но начинали работу на самом холсте уже его ученики. Делали имприматуру, какую-то подготовку, подмалевок, а дальше опять продолжал уже художник. Мы и сегодня видим эту традицию начинать с самого начала, то есть изучение самых простых предметов. Такие предметы, например, как шар, книга или череп, которые рисуют на самом начальном уровне, это не просто неодушевленные предметы, они имеют достаточно глубокий смысл. Например, шар — это вечность, книга про интеллектуальное развитие человека и череп о вредности бытия. Символизму, особенно в средние века, уделялось большое внимание. Это относится и к цвету. Хочется сказать, что, например, цвет в разных культурах воспринимался очень по-разному. То есть одному и тому же оттенку придавались абсолютно разные значения. И в этот момент при просмотре произведения зритель вступает в некий диалог с мастером, который жил много веков назад. Художник начинает с изучения цветоведения, основ композиции и изучения перспективы. Перспективы бывают разные. В данный момент, когда идет обучение, студенты работают по возрожденческой перспективе, прямой. Также есть еще обратная, которая встречается в их написи, воздушная, ну и также в истории известно еще и египетская. Обучение на первых курсах начинается с изучения такой техники, как гуашь или акварель. И только после этого уже студент приступает к изучению масляной живописи. Основой всему является рисунок. Постепенно художник переходит от простых задач к более сложным. Сначала это обычные натюрморты, далее гипсовые головы, потом к изображению портрета. Портрета с руками и уже после этого фигуры или обнаженки. Параллельно с изучением рисунка художник обязательно всегда изучает анатомию пластическую, так как без этого будет сложно правильно нарисовать человеческое тело. Изображение человека всегда занимало особое место в живописи, потому что человек — это индивидуум. И при изображении портрета тут нужно передать не просто красивые формы, а еще и смысл во взгляде. Поэтому, например, художники специально смягчают часть бровей, чтобы подчеркнуть взгляд. И даже делают специально блики сильнее, чтобы создать впечатление переживаний. Если, например, это какой-то молящийся человек в какой-то сложной библейской картине. Или наоборот, убирают блики из глаз практически совсем, чтобы сделать взгляд более погруженный и сложный. А такие части лица, как губы, нос, уши, наоборот, очень часто смягчались, чтобы все внимание шло на взгляд. В портрете с руками внимание свое берет изображение рук, потому что руки, оно практически как портрет. То есть по рукам можно будет определить, к какому классу относится человек, или какой работой он занимается. Например, часто можем увидеть работы в социореализме, где изображены трудящиеся советские граждане. Там руки всегда такие грубые, показывается, что труд был очень сложным, тяжелым. А, например, если мы рассмотрим картины эпохи романтизма, там, наоборот, при изображении богемы и в знати царско-имперской, руки делались очень мягкими даже в мужских фигурах, чтобы тем самым подчеркнуть их статус. Рабочее место у реставратора должно быть всегда аккуратным и чистым. Особенно при изображении портретов или написании икон, палитра должна быть в идеальной чистоте, так как все загрязнения, старая краска, которая попадет на палитру, она будет на изображении. И в данном случае это недопустимо. Студенты-дипломники получают задания на весь дипломный год отреставрировать картину или икону и выполнить копию. Для того, чтобы выбрать копию, они посещают наш замечательный музей, Эрмитаж или Русский музей. Посещая музеи, они обогащаются духовно, смотрят на мастеров, выбирают то понравившееся произведение, которое им близко по духу. После того, как студент определился с копией, и мы ее согласовали, он приступает к работе. Эта работа должна быть проведена с глубоким анализом. Во-первых, изучить биографию художника. То, в какой технике он работал, какими грунтами он пользовался, на каких холстах писал, потому что это очень важно. Если это миниатюра или тонкая какая-то работа, где следует изобразить маленькие детали, то необходимо брать мелкозернистые холсты. Если это, напротив, какая-то более грубая живопись, постозная, здесь можно среднезернистые или крупнозернистые холсты. Немаловажным фактором является нанесение грунта и имприматуры. То есть, например, некоторые известные художники Возрождения пользовались темными умбрами, другие делали, наоборот, красновато-коричневые оттенки имприматуры, а иные брали просто серый или кто-то работал по белым грунтам. Поэтому тут стоит определиться, углубившись в историю, на конкретно каких грунтах работал данный автор. После чего выполняется нанесение рисунка и подмалевок. Раскрытие основных цветов происходит таким образом, чтобы они в будущем не мешали автору работать. То есть, например, если это тонкая живопись, здесь будут неуместны грубые мазки в подмалевке, а они должны дополнять и насыщать. Потому что если вы обратите внимание на то, как писали мастера, чаще всего, приблизив свой взгляд в какую-то тень или какие-то уголки живописных холстов, можно увидеть вот эту многослойную живопись. Там, где нижние оттенки имприматуры или подмалевка экранируют в верхний слой. И тем самым оттенки получаются еще более глубокие и сложные. При написании копии нужно иметь в виду те краски, которыми пользовался сам автор. И сейчас, конечно, уже название красок и состав их уже немного другой. Но есть аналоги современные, которые будут близки к тем, что использовали ранее. Выполняя копию, студент погружается в глубинное изучение всей техники и технологии картины. Следует отметить, что при изучении живописи и конкретно портрета художник постепенно себя готовит к тому, что он будет делать иконы. А в иконах, как мы знаем, действуют другие правила при изображении ликов. Здесь взгляд, черты лица должны быть снивелированы и обобщены. Потому что тут не должен узнаваться уже какой-то человек. Здесь уже должна быть такая внутренняя благородность и обожествленность лика. А, например, при изображении атрибутики в иконах необходимо иметь в виду, что здесь не должно быть ничего лишнего. Как раз то, что касается символизма. Здесь должно быть четко все по канонам. Даже если выполняемая икона относится к классицизму и академизму, она все равно должна отвечать всем каноническим правилам. Мастер. Так в будущем назовут тех, кто сегодня находится в статусе студента. За все время учебы, выполнив не одну живописную копию, копии рисунков, портреты, обнаженки, натюрморты, каждый из участников начинает проявляться как индивидуальный художник. То есть у него начинает появляться свой стиль. И только познав академическую классическую живопись, в будущем, зная все правила, можно грамотно выстраивать свои работы. Но уже со своим стилистическим отличием, по которому и будут узнавать конкретно этого художника. Все полученные знания во время обучения пригодятся художнику-реставратору во время работы над реставрационными произведениями. Например, если часть картины была утрачена, и ее необходимо воссоздать, реконструировать, если это часть пейзажа, то тут, конечно же, помогут знания художника, которые он получил во время обучения, будучи на пленэрной практике. Или если это часть фигуры, часть портрета, рук, то тут, зная уже теперь анатомию и зная, как ведет себя цвет или тот или иной оттенок, реставратору уже будет проще подобрать и сделать тонировку. Подводя итог, хочется сказать, что художник во время обучения насыщается всей этой вышеперечисленной информацией, начинает мыслить по-другому, то есть он становится более интеллектуально развитым. А реставратор теперь сможет заниматься не только воссозданием, реставрацией сложных произведений или копированием известных мастеров, но и сам, как творец, создавать свои полотна, в которые будет вкладывать сложные смыслы и все это будет поддержано мастерским исполнением.